Партия ПАС пришла к власти двумя слоганами, словом демократия и словом коррупция. Она полностью взяла власть в нашей стране и полностью растоптала все институты власти. Начали с генерального прокурора Молдовы, дошли по районам, по депутатам прошлись и сейчас растоптали институт президентства. Игорь Николаевич Дадон никогда не позволял себе перешагивать через конституцию. Для него всегда были в приоритете суверенитет и нейтралитет нашей страны. Для него всегда были цены традиционные ценности наших людей. Он был семьянином и всегда был с людьми. Он каждый день посещал один из районов, а то и по нескольку районов в день. Игорь Дадон народный президент! Дадон народный президент! Уважаемые граждане, для чего в стране власть? Какую функцию выполняет президент? Какая функция у правительства и у парламента? Когда мы не чувствуем поддержки государства, нашему руководству сегодня аплодирует Европа. Они там улыбаются, им приятно, им гордость берет. А в нашей стране все нищими стали. Пенсионеры на произволе судьбы, аграрии на произволе судьбы, бизнесмены сами выкручиваются как могут. Но сколько это может продолжаться? Игорь Дадон думал о всех категориях населения нашей страны. У Игоря Дадона всегда был приоритет народ. И всегда, когда есть народ, тогда и есть власть. Но сегодняшняя власть, граждане, неинтересна. Страна неинтересна. Потому что мы сами живем как можем. Мы сами существуем как можем. Покупаем как можем. По самым наивысшим ценам. И это говорит о том, что власть не справляется со своей обязанностью. Позор власти! Позор власти! Позор власти! Позор власти! Позор власти! Все граждане, запуганы сегодня, запуганы решениями и декларациями наших властей. Люди в стенах умоляют, чтобы наше руководство не делало никаких деклараций. Пусть молчат! Пусть ничего не говорят! Потому что сегодня в Молдове почему-то понадобилось оружие. Почему-то кто-то хочет помочь в Молдове оснастить нас оружием. Для чего? Для кого? Оружие в Молдове это значит война. Мы не хотим войны. Мы маленькое, суеверенное государство. Мы за Молдову! Ни одна мать не отправит своего сына на войну. Тем более в мирной стране. Тем более в добрососедской, многонациональной стране. Поэтому сегодня убирают наших лидеров. Убирают среди нас тех, кто может сказать правду. Лицо! Тех, кто не боится. Это был генеральный прокурор. Это председатели районов, которые работают на людей. Это депутаты, которые готовы защищать своих людей. Сегодня и в парламенте хотят закрыть рот оппозиции. Наше большинство пытается изменить Конституцию и лишить иммунитета депутатов. И вот тогда воцарит спокойствие нашей стране. И наше правящее большинство будет руководить молчалливым стадом. К сожалению, нет беспределу. Мы не должны отдавать нашу страну. Мы не должны перечеркивать то светлое прошлое. Мы должны бороться за каждого пенсионера, за каждую маму, за отца, ребенка и родителей, всех родных. Я вас призываю не оставаться в стороне. Скажите слово и слово. Скажите то, что сегодня в стране беспредел. Свободу Игорю Дадону! Свободу Игорю Дадону!